Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит и показывает вопадом. И сегодня речь пойдет о сокровищнице японской культуры. Такой сокровищницей является чайная церемония. Нам это не понять, друзья мои. Потому что праздник сведения сакуры, это... Ну вот как сказать, что это такое? А в чем содержание праздника-то? Ну, сакура цветет. И чего? Красиво? Ну хорошо, да, 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 здорово. Давайте по открыточку поздравительную, значит, с изображением цветущей сакуры пошлем друзьям. А зачем целый день на это тратить? Сакура цветет, вы не понимаете. Это совершенно потрясающе. Понимаете, разница в национальных культурах, это одно из богатейших достояний, которые имеет человечество как вид на этой планете. Вот в чем дело. Это не минус, это плюс нашей с вами жизни. То, что мы друг друга не понимаем, это повод для диалога. Там, где полное единообразие и скука, там никакого диалога быть не может. Это было длинное вступление. Теперь, собственно говоря, книга. Итак, «Путь тишины. Японское чайное действие». Именно это слово наиболее подходит в русском литературном языке для обозначения того культурного феномена, историко-культурной, вот всей этой совокупности фактов, явлений, традиций, значит, обычаев и технологий, которая и именуется «чайной церемонией». Действо – более подходящее слово, потому что это, с одной стороны, набор штампов и стереотипов, которые о чем-то нам говорят, если мы знаем о японской культуре что-то, или о чем-то молчат, а с другой стороны, это совершенно уникальный, как вам сказать, уникальный культурный феномен. Это принятие пищи? Ну, не совсем, хотя близко. Это философская традиция? Ну, да. Это ритуал? Ну, отчасти, но не только. И так далее. Вы знаете, современный чайный мастер может разливать чай в пластиковые или бумажные стаканчики, для того, чтобы подчеркнуть непрезентабельность происходящего, неторжественность, непомпезность, понимаете. Пафос заключен совершенно в другом месте. Он просто вообще не имеет отношения к золоту, драгоценным камням, тонкостенной посуде особой и так далее, значит, красоте чайного домика и так далее. Вот в этой уникальной книге, которую подготовили Елена Дьяконова, Анастасия Кудряшова, Эрика Кузьминова, она в этой книге, она эта красота, он, этот пафос, показан с разных сторон. Здесь очень доступно, очень просто, дается основной комплект сведений о том, что такое чайная церемония, как она возникла, как чай проник в Японию, как чайная культура развивалась, как этот напиток монахов, название одной из главок, постепенно завоевал сердца всех японцев, от аристократов до самых простых крестьян, и как чайная церемония, заняв положенное ей нынче место в культуре и в национальном самосознании, впитало в себя и преобразовало глубочайшие вещи. Эти вещи настолько серьезные, настолько всеобъемлющие, что о ваби-саби, что о сатаре, прозрении, можно говорить относительно чего угодно. Литературы, искусство, военного дела, рекламы, технологий, научных достижений и так далее. Потому что все это, если оно сделано в Японии, может так или иначе описываться в терминах классической японской культуры. И чайная церемония здесь окажется кстати. Именно поэтому на заводах, в научно-исследовательских институтах, в высших учебных заведениях и на морских судах, в детских садах и в правительственных учреждениях везде есть какие-то отсылки к этим классическим народным традициям. Мы с вами не ходим по улице в косоворотках и в вышитых национальным узором рубах, а зря. Потому что на самом деле это тоже что-то такое, что нам очень важно. Хотя я с трудом себе представляю культурного человека, конечно, не просто первого встречного с улицы, но все-таки культурного человека, получившего образование, у которого ну вот ничего, совсем ничегошеньки, ну вот совсем-совсем ничего не дрогнет внутри, когда он смотрит, ну не знаю, покрова на нерли, когда ему показывают. Вот даже не в разливе, когда вот она еще не отражается в небе и в воде, когда вот она просто стоит, вот это вот... Ничего, неужели ничего ни отожилка не трогает, да? Я человек абсолютно неверующий. Но это совершенно невозможно обойти вниманием. Это то, что где-то там, на генетической памяти. Вот подобные вещи происходят с японцем, когда речь заходит о чайной культуре. Дело вовсе не в том, что чайная церемония – это какое-то особое, очень сложное, такое значительное по объему информации действие. Это то, что сопровождает японца каждый день. Как англичане пьют чай, это традиция, и она выглядит смешной, но является очень важной. Не все пропадом, но мы будем пить чай в пять вечера, да, или в шесть. Потому что это важные черта нашего характера. Мы свято верим в том, что мы остаемся при себе. Так и у японцев есть вот это понимание того, насколько важна вот эта самая культура питья чая во всех возможных проявлениях. Потому что здесь рассказано о классической чайной церемонии, которая требует чайного мастера, выучки его особой, образования. Значит, которая от этого чайного мастера требует определенных душевных качеств. До таких, что знаменитого чайного мастера казнил его сюзерен за как бы не в силах вынести того, что большим авторитетом он пользовался у подданных, чем сам властитель. Потому что достиг вот именно погружения в чайную церемонию и совершенствованием в этом действии, достиг каких-то небывалых духовных высот. Совершенно сложно представимая ситуация, но это вполне себе зафиксированная легенда. Она здесь рассказывается. Путь воина, то самое Бусидо и путь мастера чая, путь чайной церемонии, это очень схожие пути. И у них есть много сходств. Здесь есть целая главка, которая посвящена именно параллелизмам вот в этих вот культурных традициях. Значит, чайная церемония живет и процветает и в наше время. И если половина книги проиллюстрирована вполне себе средневековыми, значит, гравюрами, гравюрами ближе к нам, значит, иллюстрациями, гравюрами ближе, цветными к нашему времени, это у Киё знаменитые, то половина книги – это фотографии тех предметов, которые иногда старинные, а иногда новоделы, являются предметами повседневной или особо изысканной какой-то чайной церемонии, понимаете, да? В наши дни до сих пор этим занимаются. Это живая традиция, она не прекращается, она не угасает. Здесь есть прекрасное описание всего того, что должно сопровождать, значит, чайную церемонию. Причем не как туристический аттракцион, а как именно это будет по душе и будет приятно и полезно самому японцу, да? Как он это воспринимает, да? Здесь рассказано о чайном домике, рассказано о посуде и о самом чае, о технологиях заварки и о специфических качествах напитка, очень сильно отличающегося от пакетированного липтона, поверьте мне. Здесь сказано о том, что уместно, а что неуместно в отношении чайной церемонии. А это целый сложнейший кодекс, который связан с самыми разными вещами, с обстановкой, с музыкой, с временем года, с поэзией, с образованием и поведением, значит, этикетом тех, кто участвует, да? Ну и, конечно, с личностью самого чайного мастера, который является в данном случае каким-то духовным вождем, да? Как это ни странно звучит. Человек, который заваривает чай, это человек, который делает очень важные вещи. Этих вещей, ритуал довольно разнообразен, там много деталей, в частности, я не успеваю упомянуть и десятка из них. Значит, этих вещей, а их там, не знаю, сотни можно в книге найти, довольно много, но эти вещи, они являются просто смычкой вот тех каких-то духовных ценностей и вполне себе материального мира, который очень привязан к технологиям, появившимся там в древности, или там в 18 веке, или там в 20 веке, касающимся чая, с искусством, да, с керамикой, которая тоже датируется конкретно и так далее. Это все очень конкретные исторические вещи обусловленные, но привязаны они к тому самому неувовимому, очень высокому, очень важному в духовной культуре любой нации, в том числе японской, которая и зовется, собственно, национальным менталитетом. Очень интересно наблюдать за такими вещами в чужой культуре. Потрясающе интересно, потому что ты на себя со стороны посмотреть не можешь, ты внутри находишься, нельзя получить взгляд из дни, сидя внутри, понимаете? Но мы можем смотреть на соседей и смотреть, как это у них происходит, и тогда, тогда мы будем раскрывать внутри себя. Это о пользе, это к слову о пользе книги для тех, кто никогда не был в Японии, не знает ни слова по-японски и не особо никогда не интересовался такими специфическими вещами. Поинтересуйтесь, вы откроете удивительные глубины, они помогут вам понять прежде всего свою культуру и самих себя, и только потом уже увлекут в какое-нибудь такое экзотическое путешествие, необходимость которого так вот не очевидна. На самом деле, конечно, она есть, потому что это потрясающе само по себе. Мне не доводилось присутствовать на чайной церемонии классической, но я с удовольствием в любом музее Востока, в любой восточной экспозиции всегда изучал и внимательно рассматривал все эти предметы. Они меня привлекают, мне эта эстетика очень близка, она мне интересна, хотя сам я, конечно, живу в другой эстетике, у меня пестрота и многообразие. У меня, значит, присыщенности, разбрасывание, распыление на мелочи, вовсе нету такой вот погруженности, но чайная церемония чем-то мою душу бередит, чем-то вот затрагивает. И когда мне доводится читать что-то подобное, например, Мещерякова прекрасного на Японии, я всегда чувствую какое-то внутреннее сраствование. Чем, черт не шутит, может быть, в одной из прошлых жизней и так далее. Фантазия может пойти довольно далеко. В целом о книге, как всегда у Арт-Волхонки, вот я рассказывал о подобном издании, посвященном Гутенбергу, это очень небольшое издание, да, компактное. Его можно взять с собой в музей, на экспозицию по восточной культуре, его можно взять с собой в поездку. Оно богатейшим образом проиллюстрировано, эти иллюстрации подобраны так, что действительно, ну, просто это шедевр, это вот то, что ты хотел бы видеть в книге, в любой, да. Вот. Я не знаю, кто японская и в целом восточная культура. Я не знаю, может быть, можно было бы это сделать и лучше, но не представляю себе как. У меня такое впечатление от книги, словно я действительно побывал на этой церемонии. Чего, собственно, авторы, возможно, и добивались. Книга предназначена не востоковедом и не японистом. Она предназначена всем людям, интересующимся современной культурой и цивилизациями на нашей планете, разными цивилизациями. Да. Еще раз повторюсь, адресат у этой книги очень широк, и она страшно интересна сама по себе. Вот. Поэтому и написано. Доступно, просто, ясно, несмотря на множество сложных, теоретически очень непереводимых вам в основном, да, и терминов, и понятий, и, конечно, колоссальное количество исторических реалий, да, которые в такой маленькой книжке не изложишь. Но для первоначального знакомства с этим феноменом культуры, я думаю, это идеальный совершенно вариант. Вот такой вот путь тишины, да, японское чайное действо. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.